Евгения Кравчук, член украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, у нас в эфире. Приветствуем вас, Евгения, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Помимо того, что сейчас, видите, так много обсуждается этот план, эти пункты, перед этим хотел вот спросить еще о чем вас. Есть информация, что у президента нашего было два плана. Один для Байдена, один для Трампа. Чем они отличаются? Вот эти два пункта, которые понравились по данным Financial Times Трампу, они были в плане для Байдена? Это какая-то конспирология, по-моему, два плана. Ну, это все конспирология, пока что нет никаких официальных заявлений. У меня нет. Есть только один план, который представил президент Зеленский в Верховной Раде, и эти все пять пунктов, они публично известны, и там действительно есть те вещи, о которых говорил сам Трамп, еще когда был президентом, да, что Соединенные Штаты должны там меньше присутствовать в виде обуться на граунд, то есть, собственно, военных США где-то в Европе, и постоянно там Европу защищать. И понятно, что украинские военные, они не будут уезжать куда-то в Литву во время войны, это вопрос уже послевоенный, но это, кстати, может быть интересно самой Украине, потому что у нас после войны будет очень большое количество людей, людей, которые, ну, вот уже прошли, да, военное дело, и, возможно, они не захотят возвращаться там к какой-то своей цивильному, до цивильного життя. Евгения, ну, все-таки, да, вот переадресую вам фактически название нашей темы. В принципе, чем может заинтересовать будущего президента Соединенных Штатов Америки, 20 января, напомню, будущего года будет инаугурация Дональда Трампа, чем его может заинтересовать? Человек прагматичный, мы об этом очень часто говорим, в принципе, что его там может привлечь в наших предложениях? Ну, вот я только что сказала, он не единократно говорил, что Америка должна заниматься, там, американские военные должны меньше заниматься Европой, и, собственно, как раз Украина может быть этим донором безопасности на европейском континенте, наша армия прошла бои серьезные, ну, никакая еще армия другая, натовская, не проходила. Наши военные умеют пользоваться теперь разным оружием, вот, американского до французского, до немецкого и так дальше. Как раз и количество наших военных, ну, оно намного больше, чем в любой стране натовской. Вот, например, в Германии, я сейчас просто в поездке в Берлине, и сегодня общались с депутатами Бундестага, у них количество военных, то есть солдат в армии, где-то 190 тысяч на страну, которая намного больше по населению, чем Украина. Понятно, что у нас сейчас через мобилизацию, из-за мобилизации войны, эта цифра 1 миллион, да, людей, которые в каких-то, ну, или в армии, или в нацгвардии, то есть в секторе безопасности и обороны. Но в любом случае это, ну, очень большое количество. Поэтому, как донор безопасности, да, как страна, которая что-то привносит, может привнести безопасность европейскую, это может быть интересно. Второй момент, действительно, это экономический момент, это тоже абсолютно, абсолютный прагматизм, и он, кстати, не только состоит в том, что там какой-то совместный контроль над natural resources, да, вот литий, титан и так дальше. Но и такой, ну, еще аргумент, что если дать России выиграть и оккупировать эти, там, залежи этих natural resources, то фактически это даже, ну, не то, что Россия уже получит контроль, а таким образом может получить Китай. А как раз в команде Трампа очень много, там, советников, которые работали в предыдущей администрации, понятно, их позиция по Китаю, что они считают именно Китай главным конкурентом, главным, там, ну, врагом или, ну, в общем, rival для Соединенных Штатов. И усиление этого конкурента точно Трампу не понравится. Евгения, а мы можем сказать о том, что это за ресурсы? А их президент называл. Вы можете даже найти его в утуплении в Раде и сказать, ну, вот главный такой ресурс, который сейчас очень всем важен, это литий. Потому что без лития невозможно изготавливать батареи для, ну, там, для всего нового, да, или для всего, что касается, там, электрокаров и вообще... Спасибо за слово литий. О нем действительно многих говорят. Евгения, а что нам-то... Его отлучивал президент. Да-да, а что нам-то от всего этого? Вот это то, что им интересно. Мы можем адвокатировать наши пункты в первую очередь? Ну, а мы их адвокатируем уже три года. В принципе, ничего супернового не получило, ну, мы не нашли или не показали, кроме, ну, действительно, таких, там, long-range missiles или там оружия, которое, может быть, дальше бьет, чем атакамсы, да. Да, уже говорили, что там, под этим скрываются там тамагавки. Но это, по сути, оружие, которое должно быть в Украине, чтобы Россия была слишком больно возвращаться к агрессивной войне. Ну, по поводу НАТО, то речь идет о приглашении в НАТО. И, ну, мы понимаем, что членство в НАТО — это длительный процесс, могут уйти годы, и нужен там консенсус стран. Но сам сигнал не просто там еще один пресс-релиз, новость, что там двери НАТО открыты, и каждая страна может решать, вступать или нет. А вот именно приглашение, да, такой сигнал к Кремлю, что Украина никогда не будет в серой зоне. Евгения, буквально на минуту вопрос. Еще задержим вас. Первые назначения в администрации, в частности, представитель по переговорам с Россией, Госдеп, советник по нацбезопасности. Как нам воспринимать это в украинском интересе, в контексте украинского интереса? Это решение президента Соединенных Штатов, которого выбрал народ Соединенных Штатов. Поэтому Украина может только сказать, что мы будем работать с любым представителем официальным на любой должности. Конечно же, какие-то там контакты были с сенатором Рубио, то есть он же в политике уже достаточно давно. И, в принципе, наша стратегия всегда была работать с представителями и демократов, и республиканцев. И эта стратегия не должна меняться, потому что через два года будут выборы в Конгресс, и вполне возможно, что демократы вернут себе House of Representatives или не вернут. Это американская политика и решение американского народа. Но стратегия должна быть такой же. Ну и, понятно, контакты с официальной администрацией Трампа. Ну и как раз и говорить о том, что Россия — это не просто Россия, а Россия плюс Иран плюс Северная Корея при поддержке Китая. Это будет им понятно, потому что это new axis of evil, новая ось сла, которая очень официально оформляет свои отношения. И так же, как темная сторона объединяется, должна быть сильная сторона со стороны демократических стран. Да, Евгения, большое спасибо за то, что нашли время к нам присоединиться. Евгения Кравчук, член украинской делегации, парламентская ассамблея Совета Европы, напомню, была с нами на связи. Телеграм-канале Freedom. Только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова